Создание благоприятной и безопасной среды для воспитания и обучения детей в школе и дома. На такую тему в семье прошло онлайн-собрание, организованное городским отделом образования для представителей школы и родительской общественности с участием представителей Общественного совета депутатов городского маслехата, неправительственных организаций. Собрание проведено в рамках общегородского проекта «Один день из жизни школы». Третий год в городе реализуется проект «Один день из жизни школы». В рамках которого население и родительскую общественность знакомят с деятельностью учреждений образования. На этот раз темой встречи, которая прошла посредством программы «Зум», стало создание благоприятной и безопасной среды для воспитания и обучения детей в школе и дома. Были обсуждены риски и угрозы, с которыми сталкиваются дети как дома, так и на улице и по дороге в школу. К этому относятся и бытовое насилие, и травматизм при использовании электроприборов, источников огня и так далее. И опасность в интернете, социальное одиночество, контакт с посторонними. Также нельзя забывать и о травматизме на батутах и качелях во время каникул и во время выходных дней. Зима – это тоже является временным годом, когда наши дети могут подвергнуться рискам травм и увечий при катании с горок и на катках. Также уделить стоит внимание риску, связанному с нахождением на неосвещенной улице, при входе в подъезд и проезду на лифте. Как отметила руководитель отдела образования Наталья Офисенко, несмотря на реализацию в городе специальной программы «Безопасная дорога в школу», есть еще много недоработок, которые на постоянной основе предлагается внести в эту программу. В онлайн-собрании приняла участие представитель управления по чрезвычайным ситуациям Жанат Насымхан, которая рассказала о росте пожаров с начала года. Как известно, большая часть возгораний происходит в частном секторе в период отопительного сезона при неисправностях отопительных печей. С начала года уже произошел 31 пожар. На пожарах уже с января, вот сегодня 20 число, уже погиб один человек. В прошлом году у нас погибло 14 человек. Неисправная печь приводит не только к пожарам, она и приводит к отравлению угарным газом. Если взять по статистике, на сегодняшний день у нас уже зарегистрировано 5 случаев отравления угарным газом, при котором пострадали 12 человек, из них четверо детей. Только вот вчера у нас уже зарегистрировано 2 случая отравления угарным газом. В одном из них, где в поселке Восточном, по улице Целинной, отравление получили четверо детей. С большими угрозами дети сталкиваются и в своей собственной среде. Преступные факты по-прежнему имеют место быть среди учащихся. Общее количество у нас совершенных преступлений совершеннолетними наблюдается снижение у нас с 32 до 28 фактов. Снижение составило у нас 12,5%. Однако наблюдается рост тяжких преступлений, особо тяжких, это с 6 до 17. Совершено учащимися у нас с 30 до 13, снижение составило на 60%. Однако наблюдается рост совершенных учащимися школ и лицей в гимназии с 5 до 8. Снижение составляет с 21 до 3, это учащиеся колледжи, ПТШ. Также совершено в отношении несовершеннолетних, также наблюдается у нас снижение на 46,5% с 43 до 20 случаев. После выступления гостей собрания мероприятие продолжилось в сессионных зонах, посвященных различным темам, к примеру, правилам дорожного движения, пожарной безопасности, поведения на улицах и так далее. Как отметили организаторы, данная тема особенно важна сейчас в период внедрения комбинированного обучения. Саулиева Игалиева, Телеканал Семей.